Добрый день, дорогие друзья! Топсад, томатное изобилие, половодье, понеслось, как говорят в народе. 20 июля 2021, сокровище инков, вот первое созревание. Тут их, конечно, видимо-не-видимо других сортов, об этом все расскажем. Но самое главное, что сокровище инков стартует первым. Очень вкусный, мы рассказывали в прошлом году, и в этом году будем продолжать информировать вас по самым достижениям, лучшим томатам, которые могут расти у нас с вами на планете Земля. И вот это опять томаты сокровища инков. Перейдем к следующему томату. Пошли. Томат оранжевый земледелец, тоже порадовал своими помидорками красивыми. Это фирма-партнер, так же, как и сокровище инков. Ой, упал! Вот томат севрюга, крупняга, крупный, подобие Рима. Разовеет. Видите, какие они тут выросли. Да, и самое интересное, что очень хорошо держится на плодоножках. Посмотрите, какие крупные томаты и очень хорошо висят. Великолепно. Посмотрим, как они будут на вкус. А вот томат, не яблоко, а томат-черничка. У нас самый закус. Особенно утром встаешь с кроватки и прям сразу же, в чем только спал, и в томат. Закусил двумя-тремя, и жизнь становится прекрасной. Смотрите, какие они большие, обильные. Так, экзотический вкус. И прям, посмотрите, вот наверх. Все прямо усеяно этими томатами. Ой, ну все усеяно. Вот усея. Ой, силы небесны не может быть. Такого изобилия. Такого благодати. Ну, столько. Я совершу подвиг. Ой, наоборот. Не подвиг, видите, какой он. Посмотрите, в ротик. Вот такой автоматик. Чтобы начать новую трудовую недельку, захватить счастье богов, вот этот в ротик. И мы с вами обеспечиваем себя на долгое будущее. А вот томат Розелла от Нины на даче, это в Инстаграм. Посмотрите, какой обильный томат. Вот какие кисти. Ёки-пак, тут на голове-то что творится. Посмотрите. Наверху. Какие кисти. Обалденные. Если бы сам не видел бы, не поверил бы. Вот, а тут что? Это просто джог. Прямо все до самого вера. Как говорят джогли. Это января месяца, блин, так они росли. Цены, блин, этим томатикам нет. Ну и сейчас они. Очень-очень даже впечатляют. Так что, господа томаты, это вещь нужная. В этом году мы посадили много полосатиков. Вот фиолетовый изумруд. Вот видите, какие красивые такие сливки удлиненные. Вот еще полосатик Майкл Полон. Вот видите, прям обсыпной. Класс. Надо так держать. Мне нравится. Очень красивый. Также полосатый восставший истребитель. Восставший звездный истребитель. Звездные войны прям. Да. И еще полосатик Ксанаду. Зеленая богиня. Плохо на этикетке видно. Кстати, этикетки всегда подписывайтесь карандашом. Не фломастерами и на какой основе не пользуетесь. Только карандаш. Причем мягкий карандаш. А вот там вдалеке, вот видите, вот на другом куске, уже созревает. Он пожелтел, томатик вот желтенький. Это тоже Ксанаду. Когда будем пробовать, расскажем, покажем. А это полосатый шоколад. Шоколад. На вкус мы его попробуем и обязательно вам расскажем и покажем. Коричневый будет. Да. Ну, надеюсь, это все пока, чтобы вас не злоупотреблять. А вот это у нас атомный синтез. Здесь его небесные названия-то какие. Да. Ну, а если вам совсем удивить, у нас тут растет настоящий киви. Видите, среди винограда. Киви, которая 160 грамм. Об этом рассказ будет в следующем репортаже. Удачи на даче. Подписывайтесь на канал Топсад. Готовьте лайки или дизлайки. Что угодно. Задавайте вопросы. Мы поможем вам. Расскажем о самых последних достижениях технологий. И не только в помидорах, томатах, огурцах, виноградах, шелковицах, киви и так далее. Творите, пользуйтесь достижениями интернета. Общайтесь, передавайте информацию друг к другу. Чем больше у нас здоровых и прекрасных фруктов, тем больше и лучше. Мы с вами, значит, наша страна и вся планета. Удачи на даче. Вместе с томатами. В придачу.